В Дворце культуры Яуза царит атмосфера праздника. На сцене лучшие коллективы города. В зале красивые нарядные работники социальной сферы. Сегодня они принимают поздравления с профессиональным праздником. Спасибо за то, что вы есть. Спасибо, что вы делаете очень важную и нужную работу. И мы должны вас благодарить не только в День социального работника 8 июня. Мы должны уметь говорить спасибо каждый день. Спасибо вам большое за вашу работу. Низкий поклон и крепкого-крепкого здоровья. С праздником! Только в Управлении социальной защиты и трех подведомственных учреждениях трудятся более 300 человек. Каждый день они приходят на помощь одиноким пожилым людям, инвалидам, семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Около пяти лет работаю в Центре преображения с нашими несовершеннолетними детьми, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Помогаем, подсказываем, организовываем какие-то для них досуги, секции. Ну и просто ведем по жизни. На хрупких женских плечах большая ответственность. Они должны обладать сразу несколькими навыками – врача, психолога и педагога. Именно они делают комфортной и уютной жизнь своих подопечных в стационарных центрах и интернатах. Насколько здорово вы работаете и насколько было бы плохо очень многим людям в нашем городе, не только в нашем городе, если бы вас вдруг не было. Не было такой службы, не было таких замечательных людей. Тем более мне очень приятно, что именно в нашем городском округе эта работа поставлена действительно на такой уровень. Виктория Кузнецова уже 17 лет работает в социальной сфере. Несмотря на праздник, у нее сегодня обычный рабочий день. И после мероприятия ее ждут неотложные дела. Я люблю свою работу, я люблю людей, я очень коммуникабельный человек, очень люблю всевозможные знакомства, которые в дальнейшем приводят к развитию отношений дружеских или рабочим вопросам. Все, кто трудится в этой сфере, получили поздравления от руководителей. Но дать интервью нашей телекомпании многие так и не решились. Добрые дела любят тишину. Потому что сегодня праздник скромных людей, которые дарят большое добро для людей старшего поколения, людей с инвалидностью. Они абсолютно не публичные люди, но у них большая душа, открытая, и они готовы помогать всем и каждому. Не только по своей профессии, но и как волонтеры. По словам председателя Совета депутатов Андрея Гореликова, все, кто уже долго живет в нашем округе, знают в лицо тех, кто трудится в социальной сфере. Ирина Скворцова, Лариса Кошечкина и Наталья Терр-Григорян не один год посвятили этому делу. Мы сегодня говорили, что это, конечно же, служба, где в основном 95% работают женщины. Но там есть и мужчины, и мужское плечо тоже очень важно. Но, наверное, День социального работника невозможен именно без тех людей, которыми они оказывают свою помощь. Иногда это доставка чего-то необходимого, а иногда это просто душевный разговор за чашкой чая, воспоминания о своей жизни. Разговор тоже лечит. 365 дней в году эти люди дарят тепло и улыбки тем, кто в этом нуждается больше всего. Но в свой профессиональный праздник они заслуженно принимают цветы, подарки и поздравления.